доброе утро понедельника на что сына отвез школу и вернулся обратно к своему катеру ну что можно сказать за это время он уже высох ползают солдатики ну-ка ползи ползи все уже практически не приклеивается так чуть-чуть уже можно начинать потихонечку обработку можно конечно подождать еще пару дней но лучше начать раньше быстрее закончим начало что это под якорный якорный ящик надо будет вырезать по точнее вот эти штучки по разы в размер убрать весь облой с катера обшлифовать это все убрать все вот эти вещи в более море более-менее все ровненько засохла замерзла но тут не замерзает тут же нет морозов всякие ниточки тут торчат всякая фигня более-менее ровненько вот эти вещи надо будет вышкурить все более-менее и потом все это залить замазать гилькаут нормально все стало в общем то можно продолжать работать что еще задумал сделать навес такой тент что-то как-то неорганично получается как тот это рубка на мой взгляд высоковато поэтому решил все-таки сделать из алюминиевых трубок или из нержавейки что-то такое тент основной с креплением сзади тут как бы на кронштейн уйдет вверх и танцрубки ну как бы я хочу рулевой пост сделать здесь вот в этом месте рулевой пост и как бы выше катера смотреть чтобы видно было далеко вперед вот поэтому сейчас я в раздумьях как лучше это сделать ну в принципе наверное сложится что не придумаю в процессе подготовки за шкурки процесс длительные поэтому я думаю что-то в голову придет интересная какая-то идея вообще по проекту рулевой пост на этом катере он внутри самой каюте вот в том месте если вы видите вон там но как-то карибской на карибах не очень удобно жарко точнее сидеть в каюте постоянно и как правило в каюте только или отдыхают или что-то готовит или в очень пасмурную погоду когда некомфортно находиться в кокпите поэтому соответственно только в этот момент все находится в каюте а так в основном все любят гулять здесь в кокпите поэтому как бы обычно вот это пространство делается больше ну соответственно от солнышка и всего надо сделать защитный тент что все было комфортно и хорошо вот не нормально стало застыло отлично все больше даже не шкарябается вот такие вот эти штучки все поубираем тут вы должно здорово получиться но посмотрим я все это показываю рассказываю будем смотреть вот этот мешочек у нас нашел мешочек пакетик белый порошок это белый порошок ну что это за белый порошок вы наверно думаете что это кокс ну да себя доминикане значит это кокс и унюхаю нет это не кокс это такая штука специально ну по-нашему гипс с какими-то с какой-то фигней на самом деле делается все просто когда свежая смола шкурка забивается вот и чтобы шкурка не забыл не забивалась просто делается вот так кого и все она как бы подсыхает можно все это делать шкурить и будет все замечательно и отлично то есть она как бы все подсыхает она сразу становится такое классное под за шкурку матовые классное ну ладно начну работать потому что работать и говорить слышно не будет поэтому как бы я пока отключаюсь потом включусь когда руки будут чистые и все это посмотрим дальше все давайте слоник еще не люблю вот эту вещь вот это все точить сейчас объясню почему берем болгарку вот это все что летит и попадает на кожу ужасно чешется вот это все вот этот пыль облой вот это что мы шлифуем болгаркой всем остальным это ужасно чешется поэтому когда будете работать со стеклопластиком обязательно за одевайте защитное оборудование рубашку с длинными рукавами все остальное потому что это если попадает в легкие это не выводится из легких и остается с нами навсегда вот то есть вы должны это понимать далее что конечно надо использовать хороший инструмент все остальное и защитные средства обязательно после того как вы поработали со стеклопластиком и даже если на кожу вам попала вот это вот пудра пудра там пыль пластиковая пыль не мойтесь горячей водой очень важно знать такой простой момент что надо мыться всегда холодной водой почему потому что когда моетесь горячей водой значит заходит этот стеклопластик заходит в поры и вы начинаете чесаться поэтому после того как вы поработали надо обязательно хорошо с мылом с мочалкой помыться холодной водой ну и после этого можно помыться горячей водой ну конечно все равно будет что-то чесаться еще что-то но можно потом чтобы не было так не мучиться допустим по ночам еще что-то просто можно взять намался каким-то кремом детским еще каким-то ну можно не детским какой будет крем не это очень хорошо помогает и как бы нет бескомфортных ощущений вот ну это памятка чтобы вы знали буду вам пить потихоньку передавать свои знания ладно хорошего дня вам процесс за шкурки продолжается это стеклопластик все надо будет мыться хорошо костюм лень был одевать получал по шкуре и но как обычно принципе вот поэтому придется хорошо отмываться он принципе это уже зашкурена это уже более-менее но ты же стер два вот таких диска он уже крышу прошкурил борта прошкурил это стеклопластик это все стеклопластик вот вот такой снежок вот такая поверхность получается более-менее ровная гелька вот закрой зальет некоторые скол и сколы и трещины это уже под лючок я уже подрезал вот сейчас дошкурю можете сегодня успею покрой гелькаутом в три часа за сыном школу соответственно знаю если время хватит покрою будем шкурить дальше и 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 ну что вроде все собрали вроде ничего не забыли так сварка на месте электроды вы думаю хватит там подварить надо будет ось рулевое взяли влаг взяли воду взяли маску взяли так ну все на месте ладно все поедем сейчас поехали давай так надо еще заехать закормим для котов царь не забыть вода флорки еще надо купить для бассейна и дан ух ну что лодку дошкурил вчера полдня отмывался вечером сидел в бассейне хорошо что есть бассейн если бассейна не было не знаю что делал потому что от этого стекловолокна надо было как-то отмыться потом намазался этим маслицем кокосовым вроде так нормально попустила ночью поспал порядке но в любом случае надо одевать всегда костюм чтобы защитить кожу от этих всяких неправильных чесаний всего остального зачем это нужно поэтому я вчера поленился за это и воплотился в рифму получилось вот ну что вот в принципе так сейчас протрем это все кисточкой вот так пройдемся более менее посмотрите что я нигде не халявил вроде так ничего дошкурил вот эти вот стыки принципе тут будет резиновая лента ничего страшного но потом уже дошкурим процессе все равно это будет еще шпаклеваться еще дополнительно так принципе уже все готово под гелькаут вот такая вертись у нас получилось более менее не идеал но вот эти все ямочки они по заливаются принципе гелькаутом будет нормально вот такой корпус тут принципе ровно на тоже рубка более-менее все ровно выведена сейчас будем готовить адскую смесь вот гелькаут принципе продается вот таких банках такая белая субстанция туда можно добавлять разный краситель ну я в принципе делаю немножко по-другому потому что базовая основа это как бы полиэфирная смола вот полиэфирную смолу я добавляю аэросил я думаю все знают что это такое аэросил вот смешиваю вас с полиэфирной смолой и добавляю вот такой такую краску принципе неплохо получается ничуть не хуже чем заводской вот по прочности ничем не отличается процент на 30 дешевле получается из-за того что кто-то смешивает соответственно цена получается немножко дороже вот так что в принципе все заклеена вот здесь этими полосами полосками все обклеена раньше вот как бы были спорные вопросы что фанера плохо клеится с полиэфирной смолой ну на самом деле клеится нормально просто лучше закатывать надо лучше закатывать чтобы как бы образовал образовалась такая конструкция монолитная и в общем то будет все нормально первые лодки первую лодку я здесь построил 2009 году я потом может быть выложу тоже видео в общем она до сих пор как бы на на плаву все нормально с ней и ничего там с ней не расклеилась хотя полностью такая фанера акумы была сделана на полиэфирной смоле вот поэтому соответственно проблем никаких не было вот так что насчет этих споров я могу все рассказать объяснить как она что и как самое главное хорошо закатывать и защищать ну вот в принципе два-три слой вот тоже это на полиэфирной смоле все оклеено хорошо все ложится оклеивается и стеклоткань и стекломат все это я закатывал обычным роликом для покраски в общем очень нормально закатывается все без всяких проблем вот ну что ж ладно приступим смешивание компонентов и потом будем заниматься покраской я вам покажу именно как покрывается эти слой да кстати сейчас мы закончим с этим катером мы наложим гелькоут он будет отстаиваться и займемся вот этим катамараном это этому катамарану 8 лет но он сделан был из обычной фанеры и практически без оклейки просто даже без обработки поэтому всем лет и все ему настала хана это один из одни из первых моих тоже катамаранов поэтому как бы не сбой переделывать вы посмотрите выкройки в принципе я уже сделал сейчас думаю на следующей неделе начну уже формировать поплавки и как бы уже будет видно результат так что вот такие вот дела ладно займемся работой я займемся катером потом займемся катамараном вы это все будете видеть смотреть если интересно вот все спрашивайте пишите в комментариях всегда отвечу если будут какие-то вопросы задавайте их не стесняйтесь наносим гелькаут так вот хорошо его разглаживаем так вот и дальше получается относительно ровненькая поверхность потом зашкуривается ну вот так и продолжаем ну все закатал гелькауте вот он что у нас получилось сейчас он встанет недельки две остается потом его прошкурим хорошо и покрасим уже сверху полиуретановой краской хорошо ложится эпокси эмаль дело то что она со временем желтеет а полиуретановая отлично держится трехкомпонентная красочка прекрасно она не желтеет за много лет а он кстати сейчас покажу на катамаране вот покрашен 6 лет назад не потускнела ничего абсолютно такая осталась вот так что она тут называется моно капа эта краска что полиуретановая краска гораздо лучше вот сегодня провели такую вот работу в общем вот так сейчас я буду доваривать внизу колесики ему сварю такую подкаточку чтобы на прицеп его не затаскивать постоянно не стаскивать откачу немножко вперед туда вот морду вытанем вот этот ключок закрою и он где-то с недельки две будет стоять катер отстаиваться вот потом зашкурим покрасим а пока займемся вот этим товарищем к этому рану так что подписывайтесь на канал смотрите будет интересно потом будут и тесты будем продолжать общение так что если вам интересно подписывайтесь ладно все пока пока ну что сварим подкаточку под лодку чтобы можно было перемещать вот у меня есть вот такой вот набор кое-что подобрал швеллер две этих полуоси кусочки металла сейчас сегодня сварю 2 разнокалиберных колеса сейчас посмотрим что у нас получится начну варить процессор уберемся так все начнем работать такая штука получилась приварю еще две вот это для планок под днище и будет норму можно будет катать по двору эту штуку тяжелая зараза поэтому приходится делать такие приспособления ну вот такие дела так вот и занимаемся всем пока